приветствую всех кто зашел на мой канал мой канал не только рукоделий мой канал называется дом огород рукоделия то есть видео могут посвящены абсолютно разные темы поэтому в зависимости от обстоятельств моего настроения самочувствия я снимаю те видео которые мне хотелось бы снять я не снимаю видео когда меня допустим многие просят там покажите вот это покажите вот это не знаю хорошо ли это плохо я может быть иногда и если это совпадает с моими интересами показывает то что я хочу показать но когда это мне не интересно я этим не занимаюсь девочки поэтому не обижайтесь у у меня со временем как правило всегда напряженно мне много интересов много желаний много занятий забот поэтому то что я могу и то что я считаю нужным я стараюсь снимать и для тех кому это интересно и для себя и для своих детей которые смотрят мои видео сегодня видео будет посвящено только рукодельным делам во первых я наверно начну с того чтобы я хотела на ближайшее время себе сшить у меня тут журнал в кустах да но у меня много журналов просто это давно я кручу уже смотрю его и есть много интересных моделей которые я хотела бы сшить вот я вам сейчас покажу не знаю сколько будет хорошо видно так это вот такая блузка которую можно легко превратить в платье а для тех кто умеет кроить и мне кажется здесь вообще делать нечего но я хотела бы конечно шить и блузку и платье скорее всего но с рукавом но с рукавом и вот использовать основное допустим вот это вот то что придумали здесь дизайнеры это такой достаточно широкий пояс под грудью вот и рукав то есть сзади она довольно прямая даже я бы сказала трапециевидная блузка а спереди ну так же единственное что подчеркивается талия таким поиском и очень неплохо если бы это было допустим еще и платье подошел на раскрешение юбка была бы такая немножечко пышная а может быть по спинке ее еще и присворить юбочку мне кажется было бы очень неплохо в общем вот такая вот блузка меня интересует это я из одного журнала только покажу мои хотелки а так у меня конечно набралось достаточно много так вот это же блуза только однотонная там она из хлопка а здесь сейчас я вам скажу так а это поплин ну тоже натуральная ткань это поплин меня в принципе он вот так вот наверное меня в принципе ну как понятно что там есть модели для трикотажа тоже есть модели для смесовых тканей для эластичных для хлопка меня прежде всего интересует интересный крой вот это тоже может быть платьем в общем это очень интересная моделька она достаточно свободная на жару и очень оригинальная на мой взгляд вот здесь много интересных моделей но все я показывать не буду конечно правильно было бы сесть за стол и показать это все на столе модели чтобы не бликовало она я уже тут села обложилась всеми вещами которые я хотела вам показать и за стол перемещаться не очень хочу я потеряла еще одну блузку потеряла еще одну блузку а где же она у меня но это летний журнал вообще старинный журнал пятый номер за семнадцатый год вот такой я последние журналы последнего два года до я не покупаю потому что у меня библиотека собрана с восьмидесятых годов не все конечно журналы потому что не все меня устраивали да где ж на а вот еще эта блузочка вот такая блузка летняя она интересна тем что у неё ну вот схематический рисунок вы видите здесь очень интересный город это уже завязочки есть вместо воротника стоечка переходящие в завязки и что здесь рукав реглан который тоже можно продлить и сделать более длинным тоже можно платье кстати летнее платье сделать и еще одна есть тут модель которая меня заинтересовала и у меня вот на эту модель точно есть ткань сейчас я вам найду покажу ну такая она достаточно смелая я считаю для моего возраста да но это вот такой летний комбинезон по плечам там расположены молнии которые очень легко расстегиваются и как бы для удобства конечно это немаловажно да здесь вот схема вот этого комбинезона а здесь вот такая вот стрелочка вверху видите прям показано что молнии две молнии сверху по плечам которые расстегиваются это разъемные молнии я считаю очень удобно и он такой легкий это лавабль сшита из лавабли тоже это летняя ткань хороший хлопок вот так что вот это вот у меня такая задумка ближайшее время начать кроить это мне надо край чтоб кроить выкроить время от огорода от вязание и от другого шитья хотя я сейчас покажу я дошила внуку так видно будет это безрукавка флисовая безрукавка двухсторонняя сейчас я поверну я использовала два вида флиса значит тут такой темно-темно зеленый а это такой песочный песочный цвет с капюшончиком значит это у меня кашкарсе вот такого цвета контрастного все-таки я выбрала сюда не песочный а вот такой мне кажется вот оно как нельзя лучше подходит вот так да так лучше видно вот и такая тепленькая безрукавочка сделала я ему немножко на вырост чтобы и осень и весна следующего года у нас тоже была такая тепленькая уютненькая кармашки сделала тоже не двухсторонние с одной стороны вот этот темно-зеленый флис тут но основная ткань скажем так вот молния самая обычная молнию я вшила между флисами то есть она у меня тут сделано заподлицо нигде ничего не торчит он примерял сказал бабушка как из магазина вот бабушка как из магазина ну прекрасно ему очень понравилось чуть великовато но это и неплохо в общем вот это то что я сшила за май месяц но не всю конечно что-то у меня еще есть потом так значит еще сшила я ему вот такой итальянский у меня хлопок но его было впритык и поэтому на лампасики я пустила джинсу на лампасы и и на пояс резинка шнурок сделал такие интересные шортики ну для пляжа мне кажется просто красота будет они свободные тут сделаны кармашки вот такие они прорезные кармашки можно что угодно и камешки и палочки и все что хочешь сложить туда вот вот такие очень симпатичный хлопок полоску вот этот вот итальянский он такой неяркий приглушенный ну хорошо и сзади кармашек сзади кармашек вот так что это у меня работа номер два по шитью конец апреля весь май у нас шла борьба за урожай потому что у всех была такая погода в основном что были заморозки днем еще более-менее а ночью температура опускалась у нас был даже такой период когда ночью было минус 7 слава богу что рассаду мы спасли и у меня уже начинаются огурцы я может быть сегодня пойду или завтра нет завтра скорее всего я пойду уже снимать первый урожай мы уже начинаем снимать клубнику собирать клубнику уже она начинает у нас плодоносить клубнику спасли конечно но единственное что нам не удалось спасти это вишня вишня яблоки замерзли сливы замерзли вот ну что поделаешь стихия вот а тут у нас пошли дожди у меня появилась передышка от огорода вот и я наконец-то после долгих мучений начала все-таки вязать я я вязала ни один образец из вот этого это шелк я показывала ему уже что я хочу связать летний жакет летний жакет вот с этой пряжи это итальянская пряжа кросса 535 артикул дакотта 8 на 50 опять дождь пошел ну слышите стучит дождь такой сильный вот значит это итальянская бобинная пряжа здесь есть пряжи пряжа состоит из пяти нитей две нити это шелк я уже разобрала посмотрела и три нити хлопок и вот шелк он сделан как-то неровно и пружине то есть пряжа такая своеобразная очень своеобразная вязать не просто ну правда знаете я подобрала спицы и так нет про а вот какие я честно говоря не помню с одной стороны они удобные они не острые кончики то есть они не разъединяют вот это вот все нитки пряжи с другой стороны и не очень скользкие потому что шелк даже несмотря на то что тут на одну нитку больше хлопка получается что очень скользко тяжело вязать и у меня уже было несколько моментов когда я теряла петли и очень тяжело общем собирать потому что скользкая пряжа ну кто вязал шелк то знает что это еще то удовольствие а тем более я вижу ажур вот поэтому ну трудновато тот кто вязал и шелка знает что легче конечно шелк вязать на деревянных спицах но у меня к сожалению таких нет поэтому вижу на металлических надо кстати задуматься о том что для такого вязания не знаю буду ли я в ближайшее время конечно вязать шелка но надо чтобы было потому что я после того как у меня книг про сломались просто в руках я на них рассердилась решила что больше деревянные покупать не буду спицы ну вот для таких вот вещей вот для шелка видите такая сеточка это ну довольно она крупная для таких вещей и за шелк покажу щас дождь проливной наш да такой дождина у нас причем это уже второй день и он с утра до вечера может идти вот этот дождь для зелени конечно хорошо грибы пойдут но опять таки для некоторых культур земляника может пропадать от таких интенсивных дождей что поделаешь природа правда мы закрыли от птичек так я отвлеклась значит узор очень простой буквально два ряда то есть первый ряд второй ряд и на этом все но это четные ряды смотрится как бы мне показать смотрится очень интересно он настолько прост вот этот узор просто примитивный просто примитивный такой узорчик но в летнем жакетике он будет смотреться очень неплохо это у меня первая полочка я пока вижу без планки там посмотрю я еще не решила какую планку я буду делать потому что вот этот шелк и с хлопком он одновременно такой тягучий да такой вот как будто он по спадает вот такой вот какой-то он вялый да нестабильный хотя резинка очень неплохо смотрится резинка хороша а да я не сказала значит это книг про какие но это ой не помню короче от книг про и четверка вижу на четверке потому что ниточка довольно ну я думаю здесь 350 метров 100 грамм вот так вот и сам по себе такой узорчик вяжется довольно быстро это я вчера нет я позавчера начала вязать набрала резинку бросила а вчера вечером я села я вот это отвязала но я думаю сегодня вечером если мне ничего не помешает я продолжу то есть половину этой полочки я свяжу одной половинки полочки до половину полочки я свяжу сегодня тем более я не планирую сделать жакет длинным на этот раз до середины бедра хочу такой прямой широкий чтобы продувался ветром потому что это летняя вещь все-таки будет я тут вот понаставила маркера чтобы не убежать и чтобы не потому что я не запомнила узор а чтобы была какая-то стабильность да и чтобы мне не считать потом я хочу переходить потом где-то у меня будет район проймы чтобы мне потом смотреть сколько где куда убирать никаких выточек делать не буду потому что это настолько тягучая вещь вот будет нас настолько полотно нестабильное когда я покажу на стенке лучше видно вот как узор называется я даже не знаю он меня записан был в тетрадке столетней давности и я перепробовала я тоже показывала предыдущих видео несколько я сюда подмешивала там ниточка у меня шишибриками была потом я добавляла сюда еще хлопок с вискозой и потом я решила что все таки наверное однотонная вещь она подойдет ко всему вот такого плана она пойдет потому что у меня есть цветные юбки и батистовые и скрепа и с джинсами соответственно пойдет будет очень неплохо поэтому я решила сделать просто вот однотонный такой дырчатый дышащий свободный хороший кардиганчик не длинный обычно у меня они довольно длинные получается правда я не знаю после стирки он наверняка вытянется поэтому наверное сантиметра на 3 я сделаю его короче по модели а может быть я свяжу полочку замерю ее постираю посмотрю а потом проще уже вязать будет вторую полочку ну посмотрим как в общем начала что-то делать начала вязать а то знаете хоть высовывай голову в форточку и кричи везун приди потому что даже не было желания вязать вот правда ничего обычно я даже когда ничего не вяжу из таких вот крупных вещей я вяжу там носочки может быть шапочки может быть там какие-то мелкие вещи а тут вообще просто не хотелось просто ничего не хотела сделать а вот этот вот узорчик я его нашла когда попробовала и загорелась вот просто связать такую красоту меня еще удивило думаю а почему же я его вообще никогда не вязала тем более он такой простой тут вообще напрягаться не надо я в этом видео показывать не буду а вот может быть в следующем я никогда не делала мастер-класса по вязанию но может быть покажу насколько проста эта схема и может быть кто-нибудь захочет тоже связать что-то подобным узором это может быть летние маечки летние топы какая-то ажурная французская кофточка летняя да и не только летние это же этот узор может быть применим к различным видам пряжи вот это на этот момент на сегодняшний день это все то что я вот успела сделать или начала делать летом настолько быстро пролетает и вот и я заметила что если я не сделаю заранее какие-то вещи летом иногда совершенно бесполезно даже начинать потому что летом просто не успеваешь все делать и огород и дом и поездки и все вместе поэтому поэтому вот имеем то что мы имеем если зимой весной осенью не приготовился к лету не сшил не связал то летом это делать гораздо труднее у меня есть еще один проект вот этот секретный который я ничего и не показывала но я его так еще и не покажу пока хотя бы до середины я не сделаю это тоже у меня сейчас по чайной ложке но я надеюсь что все таки я там успею что то сделать и может быть в скором времени хотя бы начало я покажу то что я делаю на этом я буду заканчивать прощаться с вами я все на этом я буду заканчивать видео уже свое я думаю она достаточно длинная получилась всем большущий привет всем хорошего летнего настроения всем замечательного отдыха и до следующего видео спасибо 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 спасибо